МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспедиция Москва-Тикси-Москва-2009 продолжается. Напомним сверхзадачу. Добраться на стандартных, не прошедших никакой специальной подготовки автомобилях, на стандартных же шинах до поселка Тикси, стоящего на берегу моря Лаптевых. А затем обязательно вернуться домой. Предполагаемый пробег около 24 тысяч километров. Из них как минимум 5 тысяч – это зимники, то есть временно проложенные направления по тундре и замерзшим рекам. И по этим направлениям лишь иногда проходят груженные Уралы, полноприводные КамАЗы и Кразы. Другая техника там живет вокруг поселков и далеко из них не высовывается. Впрочем, и поселки разделяют сотни километров бездорожья. Заключительная часть дороги туда и начало дороги обратно – это арктический лед моря Лаптевых, фактически северного Ледовитого океана. Но битвы с Торосами еще далеко и вообще далеко еще даже до начала реализации нашей сверхзадачи. Пройдя ТО в Иркутске, мы отправляемся дальше на восток. Под колесами у нас асфальт, пусть местами и скользкий. На подъеме к Байкалу начинаются серпантины, и факт – гололедицы немного напрягают. Но спасают шипы. А на перевале перед хрестоматийным, открыточным планом Южного Байкала продолжаем изучать богатство страны по лоткам придорожных торговцев. Теперь вместо шкур, орехов и борсучего жира тут местное богатство – омуль. Рыба вкуснейшая, ценнейшая, которая тут продается по каким-то смешным для Европейской России ценам. Но, утешая плоть, не забываем про душу. В который раз многие из нас смотрят именно отсюда, на славное море, но все равно захватывает дух. Только ради этой картины можно сюда приехать. Но уже темнеет, а нам нужно добраться сегодня до Улан-Удэ, где нас ждут старые друзья, вернее, подруги – байкальские амазонки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И как будто не было того года, что прошел с нашей первой попытки добраться до Тикси. Снова ритуальные песни и молоко на ходаке. Ходак – платок, на котором вытканы мантры. Ветер колышет ткань, читает молитву, и она летит по миру. А молоко дать – почти материнский жест. Молоко белое, как белы, чисты помыслы хозяев. Гость пригубил и с миром ступил на богословенную бурятскую землю. С приездом обратно в Бурятию. Честное слово, как дома оказались. И велик соблазн был на пару деньков зависнуть в Улан-Удэ, отдохнуть, привести себя в порядок. Валерия Боленскому побриться, наконец. Но надо ехать. Ведь каждый день приближает нас к весне, к потеплению. А значит, к тому моменту, когда вода начнет освобождаться ото льда. Именно поэтому мы год назад и не добрались до Тикси. Побоялись, что не успеем вернуться. Так что сейчас надо ехать с небольшим запасом. Кто знает, что ждет нас там, где кончаются дороги. Но пока мы уверенно едем туда, где кончается асфальт. Утром 2 марта мы трогаемся на Читу. Места тут заповедные. В них сохранилась еще природная, ископаемая, да и историческая девственность. Бурятские скалы, помнящие еще Чингисхана, вьют веревочку дороги и выводят ее на равнины, где по обе стороны кряхтят вековые избы старообрядческих деревень. Кряхтят да крепко стоят, как местные старухи, которые спешат во дворы. Тут публичность никогда не была в приоритетах. Село выглядит полуживым, ставни словно заколочены. Но это всего лишь изнанка. Фасады и жизнь тут внутри, и чужой пусть проходит мимо. Мы чинно проезжаем под впечатлением от ветхозаветных архитектуры и нравов. А чуть дальше начинаются вообще места легендарные. Те самые декабристские. Мы сюда ехали больше недели, и это на машинах. А их сюда гнали по этапу, пешком, несколько месяцев. Это был действительно край земли. Не убежишь, не докричишься. Впрочем, и сегодня эти места тоже используются по тому же назначению. Дорога вьется вокруг Транссиба. То с одной стороны, то с другой. И так будет и до Читы, и после. И кажется, что места тут, ну, совсем необитаемые. Особенно, когда на следующий день после Читы таки закончился асфальт. Но впечатление обманчиво. Во-первых, на Транссибе много разъездов, станций, полустанков. А значит, какая-то жизнь есть. Во-вторых, присутствует практически везде мобильная связь. Опять же, в силу близости Транссиба. А в-третьих, трасса Амур оживает на глазах. Там, где в прошлом году еще были объезды, сегодня уже лежит асфальт. Правда, пользоваться этими благами сегодня меньше желающих, чем тот же год назад. Навстречу нам по кочкам и щебенке тогда шла полноводная река праворуких машин. Тех самых, что потом продавались доверчивым гражданам, как железнодорожная доставка без пробега по России. Простым рощерком пера, утвердившим новые таможенные правила, главный начальник осушил железный поток. И лишь несколько жалких капелек, вот эта колонна праворуких малолитражек, попалась нам навстречу. Но и с ними нам не по пути. Ночевка в Сковородино и сворачиваем на север. И к вечеру добираемся до границы Якутии, о чем свидетельствует нарядный щит. Велком! Бурятка Маша, байкальская амазонка, которая отправилась с нами из Лан-Удэ, почувствовала, что здесь начинается среда обитания знакомых духов. И действительно, обряды почитания сверхъестественных сил, олицетворяющих природные явления и стихии, у бурятов и якутов очень похожи. На север, на мастер, на юг, на запад, на луну, на землю и богам. Богам. Здравствуй, земля якутская. Прими нас в гости, дай нам хорошую дорогу, береги нас в дороге. Пусть дома у нас будет все хорошо, пусть семьи наши будут здоровы. Пусть будет благословенная эта земля. Ночуем в Нерингре и на сон грядущий осознаем цену, которую платят люди за северную жизнь. Осознаем в прямом смысле на местный АЗС. 27,50. Это самая дорогая салярка на всем нашем салярке. Даже 27,80. Женя Константинов, обозреватель и фотограф проекта оффроуд-автопилот, не мальчик. Сам много ездит по стране, но такие ценники для него в новинку. Да и для нас тоже. Не сказать, что бюджет начинает трещать, но напрягаться начинает точно. Кабы мы знали, какие ценники нас ждут за полярным кругом, мы бы подумали, что тут коммунизм. Анвар, как чек-восточный, склонный к излишествам единоличного правления, решил вникнуть в суть местной монархической терминологии и чуть не пропустил идеологический удар знатока аборигена. Куда вы дали под эту дорожную? Куда едете? Что это такое, Анвар? Тикси. Тикси? Тикси вы не даете. Но... Тикси не даете? 33-92. Конечно. Что там, Вечернка? Ну а что, я не знаю, что ли? Да с Ангарда Жиганска еще есть, дорога. Есть. Есть. Тикси уже приехали, что ли, хотите сказать? А ведь как в воду глядел, сразу видно бывалый человек. Эх, дядя, жаль, не встретились мы, когда ехали обратно. Мы бы устроили маленький провизированный урок краеведения. Дорогу до Тикси обратно изучили детально. КОНЕЦ А уже не под утро от этой дороги. Уже начались провалы в памяти, и всё стало смешиваться. Так, ещё пятая у нас. Видите? Дороги. У нас пятая. Вот так. Вот так. Затем на выезжаем из Нерингре. Впереди уже Якутск. Там точно отдохнём. Пару дней. Надо набраться сил перед последним броском на север. Ведь там, в Якутске, всё только начнётся. И там уже ждут друзья с последней информацией Зимника. Один из них Герман. Археолог, охотник, путешественник, краевед и просто замечательный человек. У него пол Якутии знакомых. Отовсюду приходят вестнички. По крупицам собирается картина мира. Мира от Якутска до Дикси. Значит, надеюсь, что такие машины должны пройти. Сейчас как раз, в отличие от прошлого года, вы пораньше приехали. Сейчас самое движение началось. Ну, я думаю, самое главное, чтобы пурги не было. Вот. Ну, я думаю, что пройдёте. Главное, чтобы там приливов не было, опять вода не пошла. Тут сейчас такой, нынче погода вообще непредсказуемая. Дай бог, чтобы у вас всё склеилось, сросло всё, как говорится, добились своей задачи. Вот. А мы дальше на Камчатку отсюда рванём. Потому что история говорит, что с Якутска все открытия делали с северо-востока России. Да, мы на север, а Герман на восток. Участвует в международных гонках собачьих упряжек. Разведение и обучение издавых собак – ещё одно увлечение, которое стало его делом. Вот у нас, значит, тут получается 15 этапов. Каждый день проходим по 60, 50, 70, 80, 10, 29 километров. Идём от пункта Эсса, 520 километров от Петропавловска. И вот наше движение. Самое интересное, вот перешейок с Охотского моря до Берингово, 15 этап. С одного берега на другой берег моря переходим. Вот. До Осоры. Вот это общая протяжённость – 950 километров. Значит, пойдём 12 собак. Вот. Попробуем, не знаю, что получится. Подготовка гонки шла полным ходом. В боксах вовсю создавался новый болид. Ещё один проходил обкатку, которую доверили нам. Приобщили и получили мы массу удовольствия. Герман уехал, а мы остались. Собираться силами и мыслями, чтобы ехать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин